Приветствую вас, друзья! На данный момент в Германии ведется разработка крылатой ракеты для пусковых установок MARS-2, HIMARS и M270. Новая крылатая ракета называется Join Fire Support Missile, сокращенно JFSM, а в переводе – ракета для объединенной огневой поддержки. Ее разработкой занимается компания MBDA, которая является ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем. В крылатой управляемой ракете JFSM используются новейшие технологии безотказной GPS-навигации, трехмерного планирования полета, а также навигационные датчики с поддержкой изображений. Для автоматического распознания, идентификации и сопровождения цели задействуется искусственный интеллект. Она может применяться как для огневого поражения целей, так и для ведения разведки местности. В пусковом контейнере для MARS-2, HIMARS и M270 будут размещаться две крылатые ракеты JFSM с максимальной дальностью полета 500 км, которая в результате модернизации может быть увеличена. При этом HIMARS сможет одновременно выпускать две ракеты JFSM, а M270 и MARS-2 сразу четыре таких ракеты. Кто не в курсе, немецкая пусковая установка MARS-2 – это та же американская M270 MLRS, которая выпускается немецкой машиностроительной компанией Krauss-Maffei Wegmann по американской лицензии с незначительными доработками. JFSM будет безопасно входить в зону действия противовоздушной обороны противника, выявлять потенциальные цели до момента своего обнаружения и замечать новые угрозы в достаточные для их нейтрализации сроки. Для этого JFSM будет активно маневрировать, скрываясь за естественными изгибами ландшафта, чтобы запутать ПВО и скрыть позицию запуска. На полную разработку и испытания ракеты потребуется 2-3 года. Пусковые установки M270, MARS-2 и HIMARS будут актуальными минимум еще несколько десятилетий, и поэтому они очень интересны для Украины. Кроме управляемых и неуправляемых реактивных снарядов, они могут осуществлять запуск оперативно-тактических ракет ATAKAMS с максимальной дальностью полета 310 км, оперативно-тактических ракет PRSM с максимальной дальностью полета в первой модификации 500 км и перспективных крылатых ракет JFSM с максимальной дальностью полета в первой модификации 500 км. На данный момент на вооружении ВСУ находятся 26 пусковых установок HIMARS M270 и MARS-2, и их количество будет несомненно увеличиваться. За полтора месяца их применения против оккупантов они показали свою эффективность, и несмотря на фейковые заявления российских пропагандистов об уничтожении 6 пусковых установок, ни одна установка не была уничтожена противником. Имея беспилотники и другие средства фото- и видеофиксации, оккупанты не смогли предоставить ни одной фотографии уничтоженного HIMARS, разместив в сети короткое видео, на котором ничего не видно. Но россияне на такие фейки ведутся. Точно так же, как последние 22 года, они ведутся на обещание, что вот-вот и жить на России станет лучше. Но сейчас нужно еще потерпеть. Субтитры сделал DimaTorzok